Привет! Как дела? Сегодня я наконец-то расскажу вам про Баттерси Пауэр Стейшн. Это угольная электростанция, которая находится в южном районе Баттерси города Лондон. Мне удалось попасть на эту электростанцию в 2013 году в один из дней архитектурного фестиваля, о котором я вам недавно рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. В дни, когда Лондон открывает все свои двери и пускает публику в закрытые помещения. Эта электростанция уже давным-давно не работала, она была закрыта и никого туда не пускали. Но вот так вот в один год решили пустить публику, посмотреть, что же там осталось внутри. И все, что я там успела наснимать, вам сегодня покажу и расскажу. Узнав о том, что Баттерси Пауэр Стейшн входит в лист зданий, которые можно посетить, первым делом я направилась туда. Я знала, что это закрытое здание. Я знала, что туда практически никогда невозможно попасть. И вот мне пришлось, конечно, отстоять огромную очередь. По-моему, открытие на вход состоялось в 9 часов, я пришла часам к 7. Но простояла около часу или полтора и попала туда. Внутри, когда нас завели, там стоял такой огромный макет, как будет выглядеть это здание через несколько лет. То есть проект реконструкции не только самой станции, но и апартаментов, которые будут построены вокруг этого здания. Как она выглядит сейчас, я расскажу в конце ролика. Ну и, естественно, нам дали возможность немножечко походить по этой станции, порассматривать ее кирпичные стены, даже какие-то старинные рисунки я там рассмотрела. Это все очень интересно и как бы целая эпоха ушла с закрытием этой станции. Также изнутри мы увидели вот эти трубы, то есть крыша там была вскрыта, летали голуби огромное количество. От какого-то небольшого стука, звука, производилось какое-то очень громкое эхо, так что прямо все птицы взлетали и резко летели вокруг этих всех труб. Конечно, нас не проводили по всей абсолютно станции. Мы не видели пульта управления и каких-то других помещений, а только посмотрели главный большой павильон. Ну и на выходе я попыталась пофотографировать эту станцию сквозь цветочки, как-то снизу вверх. Там какие-то росли ели, цветы, и вот я попыталась сделать несколько фотографий. Электростанция состоит из двух отдельных зданий, которые строились в разное время. Баттерси А была построена в 1930-х годах, а Баттерси Б в 1950-х годах. Обе станции были выполнены в одинаковом дизайне и создавали широко известную достопримечательность четырехтрубной планировки здания. Эта станция является крупнейшим кирпичным зданием в Европе, отличается оригинальным интерьером и декором, выполненным в стиле арт-деко. Высота дымовых труб составляет целых 109 метров. Можете себе представить такие размеры труб? Эта станция прекратила свое производство в 1983 году и за 50 лет стала широко узнаваемой достопримечательностью Лондона. Она была включена в список особых зданий архитектурной и исторической значимости под названием «Грейт 2». Своей известностью станция во многом обязана многочисленному появлению в произведениях искусства, таких как британский фильм «Хелп», то есть «На помощь», снятый группой Битлз. Она также появлялась в сериале «Доктор Кто» и в фильмах «Дитя человеческое» и «Темный рыцарь». Также ее изображение появилось на знаменитом диске рок-группы Pink Floyd Animals. И другие музыкальные клипы, фильмы и произведения были сняты в этом здании. После закрытия станции здания комплекса практически не использовались, хотя ее владельцы предполагали планы по ее реконструкции. В настоящее время она принадлежит ирландской компании Real Estate Opportunities, которая купила ее в ноябре 2006 года за 400 миллионов фунтов стерлингов. В 2010 году компания получила разрешение на ремонт станций для общественного пользования и на строительство 3400 квартир на территории 16 прилегающих к ней гектарах. В 2016 году было объявлено, что в это здание переедет главный штаб компании Apple, который займет сразу 40% ее площадей. Открытие офисного центра планировалось на 2021 год. И я зашла на их сайт посмотреть, что же там находится на данный момент. Оказывается, часть станций уже открыли, многие квартиры уже проданы. Но как это все выглядит на их сайте и что сейчас там находится, я вам расскажу и покажу уже, перейдя на их сайт. Итак, посмотрим, что же сейчас представляет из себя Battersea Power Station. Заходим на сайт Battersea Power Station.co.uk И перед нами открывается целое такое видео, как развивалась реконструкция, видимо, и что тут происходило в районе Battersea Power Station. И нас приглашают посетить этот сайт и посмотреть, что же нынче на сайте. Welcome back написано, то есть добро пожаловать обратно. Значит, написано Great Two, то есть исторически значимое здание и архитектурное сооружение. Также тут можно пройти по ссылочкам и посмотреть, что сейчас происходит, какие у них работают магазины, ритейлеры и как добраться. Также почитать о том, как можно здесь снять или купить квартиру. Ну, обо всем по порядку мы сейчас посмотрим на вот этих вот вкладочках. Apartments, Leasing, Our Retailers, What's On, About, Contact Us и Getting Here. И почитаем, значит, великолепное прошлое, настоящее и будущее Battersea Power Station. То есть вот этой вот угольной электростанции. Как все это строилось, последние новости, дома, которые, квартиры можно купить, также Chimney Lift, то есть будет какой-то подъемный лифт на одну, видимо, из труб этой электростанции. Как выглядит это в плане города, вот она, эта станция. Sustainability and Environment, это как она заботится об окружающем мире, об окружающей среде. И Construction Quiries, то есть какие-то вопросы по конструкции. Heritage, это история, наследство, комьюнити и так далее. Где-то я тут хотела почитать Latest News, последние новости. British Artists, в общем, что-то тут разрисовал. 30 июня, что тут было, видимо, какой-то кинотеатр. И 25 мая 2021 года Welcomes First Residents into Power Station, то есть Power Station, то есть вот эта вот электростанция приняла первых резидентов, которые будут жить прямо внутри этой станции. Давайте почитаем, посмотрим, что тут написано. Первые резиденты переехали в здание электростанции и лондонская достопримечательность, которая была реконструирована за 9 биллионов. То есть это 9 миллиардов фунтов стерлингов. И будет открыта для публики в следующем году. То есть в 2022-м. History was made. Лондонская электростанция открыла свои двери первым резидентам, которые купили там свои квартиры. И вот у них тут идут такие небольшие интервьюшки. Они рассказывают, как им нравится, не нравится. Так что вот электростанция была открыта все-таки уже в этом году, 25 мая. Что происходит в электростанции сейчас? What's happening в августе? Вот видите, какой-то кинофестиваль или Summer Short Time on the Coiling Jetty. В общем, какой-то кинотеатр открыт на площади рядом с этой электростанцией. И вот 17 июля по 30 августа будет проходить Circus West Village. С барами, ресторанами и магазинами, досугом и развлекательными всякими площадками. Summer Short Time. В общем, какие-то развлечения проходят. Holidays. Можно вот покушать. Еду предлагают. Buttersea Power Station. Chimney Lift. Вот как раз посмотрим, что там в трубе находится. Откроется в 22-м году лифт. Верхушку северо-западной трубы, где будет предоставлена возможность посмотреть на город в 360 градусов со всех сторон. Уникальные виды от одной из знаменитых лондонских достопримечательностей. Это будет одна из обзорных площадок, где можно будет увидеть, как и шарт, самое высокое здание в Лондоне, так и London Eye. Чемни, то есть вот эта труба, получается, будет состоять из стекла. И лифт будет брать по 30 человек на вот эту вот площадку забирать. И там также можно будет организовывать приватные какие-то вечеринки. Experience Small Tester. Давайте попробуем поэкспериментировать, как это все будет выглядеть. Как это сделать? Вот мы даже можем поближе и посмотреть вокруг. Чуть-чуть пониже опустим. Ну вот этот вот шарт видно. London Eye я не вижу. Может быть поближе где-то посмотреть. А, мы можем вот так тянуть. Вот лондонское колесо. Вот этот шарт. City of London. Вот там дальше Canary Wharf. Все это будет видно. И также трубу. Южный Лондон. И еще две трубы. И вот это вот, видите, еще достраивается апартаменты. Вот это вот уже построено. Все это уже или куплено, или еще есть какие-то квартиры в доступе. Сейчас мы их посмотрим. И Темза. Watersea Bridge. И где-то вот там вот где-то я жила. Очень красиво. Вот это вот на вокзал идут поезда. Ну и там уже Виктория. BT Tower, о которой я тоже рассказывала. где мне тоже удалось побывать внутри. На вот этот вот фестиваль Open House London. День открытых дверей. Архитектурный фестиваль города. Который будет проходить в этом году с 4 по 12 сентября. Если кто не помнит, о нем я уже рассказывала. Вот здесь вот ролик прикреплю вверху. Посмотрите. Так, идем дальше. Апартаменты. Что они тут предлагают? Explore. То есть посмотреть, просматривать. Sales, продажи и Lettings. То есть взять в аренду. Посмотрим Explore сначала, что тут предлагается. Ага. Тут такая карта. Вот она сама станция, электростанция. И тут здание. Circus West Village. Это вот как раз где открыта сейчас развлекательная площадка. Battersea Roof Gardens. Тоже можно посмотреть. Проспект Плэйс. А вот тут вот будет метро. Получается тут уже метро будет. Battersea Power Station. Future Faces. То есть следующие фазы строительства, видите, они еще не готовы. Ну, хорошо. Посмотрим, что мы можем рассмотреть, допустим, в самой Battersea Power Station. Вот такие вот апартаменты предлагают или купить, или снять в аренду. Давайте посмотрим, сколько стоит купить. Sales. Так. Ну, все посмотрим, что тут есть. От и до. 8 миллионов 450 тысяч фунтов стерлингов стоит. Трехкомнатная по английским меркам, четырехкомнатная квартира в Лондоне. Посмотрим, как она выглядит. Это получается 845 миллионов рублей стоит вот эта вот квартира. И что тут есть? Станин при бодром. Это они, как обычно, великолепные, шикарные три комнаты. Пишут и описание всей квартиры. Значит, что тут есть? Второй этаж. 2605 квадратных... Ой, как у них там... Футов. Не знаю, как это... По... На метры, на квадратные метры перевести. Ну, посчитайте, если кому интересно. Вид на парк, на сад. Паркинг есть. Сторож нет. То есть, какого-то склада. New build. Residence launch. Laser dream. То есть, вот они предлагают досуг. И этот самый фитнес. Ну, давайте посмотрим, как выглядят эти апартаменты. То есть, вот он вход. Люди заходят. Тут вот такая небольшая waiting area. То есть, зал ожидания. Здесь кухня. Стол. Здесь тоже какой-то столик. И туалет. То есть, вот эта вот комната, она не считается за комнату вообще. Это кухня. Это вот вообще как бы студия получается. Вот здесь можно где-то поставить кровать и жить. Вот здесь, допустим. Ну, или вот здесь вот отделить, поставить кровать и жить. Это, получается, у них кухня. И вот тут вот на втором этаже по лестнице поднимаемся, на второй этаж заходим. И вот тут получается, что четыре комнаты. Раз, два, три и четыре. Четвертая комната тоже как бы, ну, это за комнату не считается. Это такая, как бы, как сказать-то, общая площадь, где можно посмотреть телевизор, что-то поделать, полежать вот на диване. Здесь, значит, bedroom, то есть спальня, кровать, ну, что вы там разместите, неважно, с туалетом и ванной. И тут еще две комнаты. Странно. Одно входит отсюда, другое отсюда. Тоже кровать, кровать, а там уже... А, и в каждой комнате, смотрите, есть по туалету. Интересно. А ванна как-то получается только через большую bedroom, то есть через взрослую спальню. Неудобно, если тут будут жить разные люди. Надо здесь было проход сделать ванну. Ну, да ладно. Вот такая вот... А, еще терраса есть, получается. Руф терраса. То есть терраса на крыше. То есть даже, получается, три этажа. Вот 800 миллионов рублей. Кто хочет, покупайте. Ну, посмотрим что-нибудь подешевле. Дешевле. Два миллиона, два миллиона, миллион девятьсот. Миллион восемьсот, миллион шестьсот пятьдесят, пятьсот пятьдесят, четыреста. Миллион двести семьдесят пять. Миллион сто. О, как хорошо снижается Самая дешевая Посмотрим 610 тысяч Одна бедрум То есть одна комната спальная Посмотрим Неплохая такая комнатка О, какой вид красивый Так, и что? Это же не видно Из окна Потому что сама квартира Находится вот в этой станции А смотрите, какие тут сады на крыше Обалдеть Так, пятый этаж Одна комната Вид на рейлвей То есть на железную дорогу Она где-то вот здесь находится Консьерж 429 квадратных футов New build Студ Паркинг Но Студия Это студия Посмотрим план Вход Большой длинный коридор И вместе с этим и кухня получается Дальше Туалет с ванной Вот это непонятно, что за комната Здесь кровать И все Вот это стол И есть вот такой балкончик С видом, наверное, на какой-нибудь С видом на железную дорогу И вот из всего плана Получается вот эта квартира А, значит, это вот Это сама станция А здание находится вот здесь Квартира, которая продается Понятно То есть он нам сейчас показывает все квартиры Которые продаются в этом комплексе А не в самой станции Так И что еще Может посмотрим Среднюю цену Допустим За Пару миллионов Вот миллион восемьсот Чуть бедрум То есть две комнаты Получается трехкомнатная На наш русский стандарт Две комнаты Спальня 1140 квадратных футов Четвертый этаж Дуал аспект Лучше Больше, чем обычная Двухкомнатная квартира Ну, то есть трех По нашему стандарту Как это все выглядит Ну, вид, конечно, окно в окно Не очень интересно Вот так вот выглядит Эта квартирка А вот тут вид Шикарный Тут, когда еще Все достроят Будет красиво И вот она Спальня Одна и вторая Понятно Посмотрим Флоплан Ой, как-то тут Совсем ничего не понятно Вот вход В главную В подъезд Тут получается Одна квартира Тут другая квартира Или нет Или это все квартира Немножко другой план Вот одна комната Большая комната Кухня Тут ванна с туалетом Тут Ванна с туалетом Две таких ванны с туалетом Прямо в коридоре И здесь Ливен ром Ливен ром Это такая Комната Зал В нашем понимании Винтер гаден Тут, значит, балкончик Получается И тут балкончик Винтер гаден То есть Вот две маленькие комнаты Одна большая Одна поменьше А третья комната Это зал И кухня И два туалета С ванной Вот это вот Такая квартирка Стоит у нас Сколько? Миллион восемьсот Фунтов Стерлингов Это 18 Нет 180 миллионов рублей Еще хотела посмотреть Продажи в этом В самой Power Station Ну-ка Потому что Это стиль Art Deco И интересно Посмотреть Как выглядят Вот эти стены В этих апартаментах Вот этот кирпич Он же реально Натуральный Оставшийся От Старой Buttersea Power Station Ну-ка Вот такие вот Апартаменты За Миллион 650 Допустим Можно купить Вот так вот Выглядит Это окно Ну Что-то такое Модный Нынче Стиль На четвертом Этаже 950 Квадратных Футов Объем Однокомнатной Квартиры Это не студия Получается Это С еще Дополнительной Ну-ка Посмотрим С залом Нет Зала Нет Это получается Как студия А нет Вот он Ну как бы Кухня С залом У них считается Тоже достаточно Большая В принципе Места хватит Вот это Вот гардеробная Что-то Вот получается Первый этаж Вход Туалет Лестница Наверх Тут кухня Стол И получается Терраса Какая-то Наверное Или просто Living area Вот то что я говорила Зал А здесь По лестнице Поднимаешься И Попадаешь В Комнату С кроватью Тут балкончик Или терраса Гардеробная И через гардеробную Вход В ванну С туалетом Ну вот так вот Такая вот Квартирка Самой станции Стоит она Миллион шестьсот То есть Сто шестьдесят пять Миллионов рублей Ну ладно Пока Все с квартирами Давайте еще посмотрим Сколько Стоит Снять Квартиру В этом Ну в той же Допустим Самой Станции 525 В неделю Это в неделю Фунтов То есть Пятьдесят Две тысячи Рублей В неделю Ну давайте Посмотрим Как раз Я 52 тысячи Рублей В неделю Стоит Вот такая Вот Квартира В Энергетической Станции Баттерси Пауэр стейшн Это студия На втором этаже 516 квадратных Футов План Посмотрим План Вход 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 Вот Вход Заходишь Значит Тут раковина Душ И туалет Дальше Идет Кровать И дальше Идет Кухня С выходом На небольшой Балкончик А тут Какие-то Шкафы Да Тут даже Ванны нету Получается Только душ Вот 52 тысячи Рублей В неделю Ну и еще Одну Посмотрим Не в самой Станции А от зданий Прилегающих К комплексу Допустим Вот этот вот Circus West Какие там есть Квартирки Для съема Вот 750 75 тысяч Рублей В неделю Двухкомнатная Квартира Вид на Куртьярд На дворик 998 квадратных футов Пятый этаж Есть Коммунальный Коммунальный Гаден То есть Общественный Сад Но только Для резидентов Куда вход Возможен только Для резидентов Итак Что тут есть Вот так вот Выглядит Эта квартира Вид из окна На балкончике Можно Джимом Заниматься Вот такая вот Как бы Sitting area Living room Где можно Телевизор посмотреть За компьютером Поработать И столик Поговорить С друзьями Собраться Вместе Дальше Кухня Находится Вот на заднем Плане Получается Это Living room Спальня Кто-то Только что Уехал Получается В эту Квартирку Квартиробчик Вот Модно Вот так У англичан Вешать Свою одежду Прямо На Открытую Вешалку Не в шкафе Они прячут Тоже Душ Ванна Ванна Наверное Отсутствует Хотя Должна быть Бассейн Это Общественный Видимо Сауны Джим Джим Это Фитнес Вот Сауна Да Какая-то Такая Тоже Общественная Area Кафешки Рестораны Все Это Для Резидентов Возможно Как это Тут Написано Лейжа И Джим Фасилитис То есть Дополнительные Услуги На Нижних Или На Верхних Этажах Посмотрим За 75 тысяч Рублей В неделю Как Выглядит Эта Квартира Ну Такая Непрямая Вход У нас Где Вход Не Вижу Вот Вход Здесь Какая-то Выемка Возможно Это Терраса Или Что-то Коридор Ванна С туалетом То есть Ванна Есть Просто Туалет Возможно С душем Душ Тут Где-то Было Я видела Да Вот Это Наверное Душ Вход В большую Комнату Мастер Бэйдром Спальня Другая Комната Тоже Спальня Ливен Рум Это Такая Вот Та Комната Которую Я показывала Очень Большая Широкая Где И рабочий Стол И Телевизор И Для друзей Столик И Кухонка Вот Она Идет По Стеночке И Также Тут Есть Винта Гаден Вот Это Все Балкончик И Это За 75 Тысяч В Неделю Можно Снять Рядом С Баттерси Пауэр Стейшн Вот В Этом Вот Длинном Красивом Здании Которое Я Уже Показывала Вот Вот Она Вот Такие Вот Тут Цены На Квартиры На Покупку И Аренду Жилья Ну Теперь Посмотрим Лизинг Это Сдача В аренду Под Какой Либо Бизнес Ну Как Сдача В аренду То есть Окупаемая Сдача Ну Лизинг Я думаю Многие Знают Что Это Такое То То Это В основном Магазины Кафешки Рестораны И Так Далее Камин Сум То есть Еще Пока Не Открыты Вот Эти Магазины Будут А Вот Внутри Видите Как Это Все Будет Организовано Как Большой Шопинг Центр Вот Как Раз Внутри Вот Этого Большого Холла Я И Была В 2013 Году И Тут Была Полная Разруха Которую Я Вам Показывала В Начале Ролика Лизинг По этим Контактам Можете Снять В аренду Помещение Чтобы Вести Там Свой Бизнес Любой Вот Так Вот Они Выглядят От Апартамента В Инстаграме Различные Кафешки Все Это Находится Там Когда Пойду В Лондон Обязательно Туда Схожу И покажу Наверное Уже В 2022 Году Как раз Когда Это Все Откроется Какие У них Ритейлеры Уже Существуют Какие Будут Программы Ит То есть Поесть Вот Все рестораны Которые Уже Там Находятся Развиваются И Скоро Откроются Или Уже Работают Попить Даже Баттерси Брювери То есть Пивная Именно От Баттерси Будет Поиграть Даже Вот Какие Там Виар Есть Виртуальная Реальность Лайфстайл Фитнес Флористы Милитари Фит То есть Военная Подготовка Hair And Beauty Салон То есть Салон Красоты И Парикмахерская Майданко Что Это Донтист И Иванс Иванс Спейс И Иванс Спейс 2022 То есть Вот Эти уже Получается Открыты Что Тут У них Находится Какой-то Ресторан А Вот Этот Вот Как раз Village Спейс Где Кинотеатр Установили Фильм Фэйшн Фотографии Инквайрис Если Кто Хочет Снять Фильм Какой-то Фэйшн Показ Делать Или Пофотографироваться Можно Спросить Разрешение Интересно Сколько Это Все Стоит Инквайрис Не работает А Ну тут Переход На Почту Окей Тут Просто Написать Письмо И Запрос Делать И Что Откроется В 2022 Ага Вот Где Будут Фэйшн Показ Вот Это Как раз И Есть Какая Там Как Она Называется Вот Эта Вот Стена Это Видите Там Всякие Барометры Стоят То Есть Рулевая Как Аппаратная Ну В общем Главный Технический Какой-то Центр Откуда И Совершалось Управление Этой Энергетической Станции И Теперь Там Будут Проходить Всякие Вечеринки И Фэйшн Показ Но Все Оставили Аутентичное Ну Разве Что Отполировали Отчистили И Покрасили Заново А Барометры Все Получаются Такие Старинные Такая Вот Аутентичная Аудитория Пауэр Хаус Будет Открыто Для Публики В 2022 Году Генератор Холл Это Называется И Контроль Рум То есть Пульт Управления И Генер И Холл Где Находился Генератор Как Интересно И Вот А Еще Свитч Рум Гилберт Скотт Террас Аль Альтернатор Альтернатор Холл Как Интересно Для 500 Людей Для 80 Гилберт Скотт Террас Террас Оригинал Контроль Рум То есть Оригинальная Вот Какая Она Была Была Построена В 1930 Году Ну Вот Немножечко Она Ресторт Написана То есть Реконструирована И Включает Значительное Множество Наследственных Таких Вот Фишек Как Это Сейчас Называется Фиатюрс То есть Каких Там Частей Которые Были Сохранены В Их Оригинальном Исполнении Паркет Флоринг То есть Паркет Однозначно Сохранили Диэлс Что Такой Диэлс Диэлс Циферблаты Которые Были Использованы В Обеспечении Электроэнергии Одной Пятой Части Лондона Представляете Одну Пятую Часть Лондона Вот Эта Вот Станция Обеспечивала Электричеством Станин Арт Деко Интерьер То есть Великолепные Интерьеры В стиле Арт Деко То есть И интерьеры Тоже Выполнены В этом Стиле Которые Можно Увидеть Во многих Художественных Фильмах Между Спейс Хас Апеерт Где Возникали Эти Эти Штучки Эти Вот Циферблаты И этот Пульт Управления В таких Фильмах Как Король Говорит Маунтипитон Доминин Офлайф Маунтипитон Доминин Офлайф Я не знаю Как на русский Это перевести В общем Значение Жизни Маунтипитона В общем Эта Комната Будет Доступна Для Фэйшн Шоу Для Свадеб Обедов Ужинов И Рейсепшенов Свадебных Ресепшен Это Такой Как бы Легкий Фуршет Перед свадьбой Насколько я знаю Вот такая Вот комнатка Интересная Наверное Будет Очень дорого Но Кто Интересуется Чем-то Нестандартно Пожалуйста Можете Снять Для свадьбы И организовать Свадьбу Здесь Ну Вот Пока И все Контакты Если кому Надо Тоже Какие-то Вопросы Задавать Можно Писать В администрацию Баттерси Пауэр Стейшн Вот так вот Она Нынче Выглядит Будем Ждать 2022 Год Когда Мы сможем Посетить Ее Забраться На Одну Из Ее Труп И Посмотреть Вид На Лондон С Высоты Птичьего Полета С Этой С С Южного Берега Темза Мы Еще Не Смотрели На Лондон Пока На